На площадке регионального отделения «Редина России» состоялся круглый стол по вопросам трудоустройства участников СВО, ветеранов боевых действий, а также работы новой образовательной платформы для обмена информацией между вузами и фондами защитники Отечества. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В конференц-зале собрались представители правительства республики, управление занятостей Карачаева-Черкесии, вузы региона, военный комиссариат и ветераны боевых действий. Заседание проходило в рамках федерального партийного проекта «Моя карьера» на тему организации социального сопровождения ветеранов СВО и членов их семей в части повышения квалификации, переподготовки и трудоустройства. Важно, чтобы те, кто сейчас защищает нашу страну, по возвращении смогли адаптироваться и получить меры поддержки в этих сферах, отметил Руслан Джамбаев. Вопросы трудоустройства, вопросы нахождения самих себя, тех людей, которые сегодня находятся в активном поиске работы, трудоустройства, те, которые сегодня хотят сменить свой профессиональный образ жизни, условия для них должны быть созданы. И отдельным направлением, конечно, идет адаптация и трудоустройство участников специальной военной операции, вообще ветеранов боевых действий. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о содействии Центра занятости при трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Заместитель начальника управления госслужбы занятости населения Карачаева-Черкесии Мурат Шхаев в ходе заседания рассказал о том, что помощь и поддержка в поиске работы участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей оказывается на постоянной основе. Обратившиеся в службы занятости, мобилизованные граждане и члены их семей получат в Центре занятости личных консультантов. Специалисты предлагают различные вакансии, консультируют по вопросам подачи заявлений на получение государственной услуги, содействуя гражданам поиска подходящей работы через личный кабинет и в сфере, а также на портале «Работа Россия». Присутствующие также рассмотрели вопросы о готовности региональных университетов в организации обучения и переобучения в рамках запуска платформы для оперативного обмена информацией с ВУЗами и Фондом защитники Отечества по обращениям участников СВО и членам их семей. Заместитель директора СКГ Илона Гербекова рассказала о льготах, полагающихся для поступающих. Также она отметила, что ведутся работы по направлению дополнительного профильного образования. По распоряжению Миноборнауки были определены квоты по приему указанных выше лиц на бюджетные места. В данном случае в Академии для участников специальной военной операции и их детей действует отдельная квота. Это не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Готовы рассмотреть возможность формирования новых образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для того, чтобы поддержать указанную категорию граждан. В ходе заседания обсудили различные сферы поддержки бойцов, включая профессиональную передподготовку, трудоустройство и социальную защиту. Участники круглого стола выработали конкретные предложения по улучшению условий жизни и труда военнослужащих и членов их семей.